Всем привет, дорогие зрители моего канала! С вами снова я, Black Sunfinity. И сегодня мы с вами будем смотреть седьмую серию сериала Flash. Потом сериал уйдет на недельный перерыв, выпустятся две серии и уйдет сериал на двухмесячный перерыв. Вот так вот, собственно говоря. Не будет у меня работы по реакциям и я буду ждать очень сильно Flash'а, потому что реакция это всегда хорошо, потому что новая серия, продолжение истории. Да? Да. Ну что же, ребята, Война Гориллы. Погнали. Циска, Циска, ты что, больной? Ну почему Циска так круто шутит? Ну почему Циска так круто шутит? Я не понимаю. У него реально очень хорошие шутки для такого сериала. Ну просто я не ожидал. Скоро увидимся. Спасибо. Пока. Пока. Ну если Петти не такая тупая, то она должна была догадаться, что смотрите, Zoom как бы побил Flash'а, да, так сказать, и тут же пропадает Барри Аллен. То есть Барри Аллен тоже заболевает. Это уже как бы намек, ну дикий. Ну просто Flash'а побили сильно. И тут же Барри Аллен не появлялся. Конечно, с вами было очень нелегко. Мой домашний куриный бульон. Консервы он ненавидит. Ооо. Как и все. Ооо. Ооо. Ребят, ну вы просто перед Петти палитесь, как бы, Барри. Надо было ей все рассказать. Она коп. Понимаешь, она тебя спалит сразу, понимаешь? Вот так. Барри. Дай ничего. Помните, да, мою теорию? То, что это типа Эдди. И он хотел всем показать, но не снял маску. Потому что Flash'а это символ. Она подтверждается. Они сами-то сказали, что Flash'а как символ был сломлен Zoom'ом. Только, как бы... Ну, как бы, все знали, да, что это Flash'а, но... Ну, в общем-то, вот эта теория, то, что почему он не снял с него маску, чтобы он, как бы, не человек подвел их, а именно их символ. Flash' подвел. Вот. Поняли? Вот, простите, пожалуйста. Ребята, которые писали, что Zoom украл у него скорость. Вот, я вам ничего не отвечал, потому что вы просто вот странные. О, вот Генри Аллен. Он не потерял скорость, ему просто сломали позвоночник, как я и говорил. У него скорость не успели украсть. Вот в чем проблема. Понимаете? У него просто сломали позвоночник. Если бы у него украли скорость, он бы не восстановился никогда. И у него бы позвоночник так бы остался. И он бы не смог никогда бегать. Вот. Поняли? Ребят, у меня тут новая теория с Генри Алленом появилась. А что, если это не Генри Аллен Земли-1? Вот именно вот он. Что, если это Генри Аллен Земли-2? Что это, если Zoom пришел? Как такая мысль? Опа. Нихрена себе. Баррис пятил. В тайнике? А, нет, 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 нет. Походу нет. Я думал, Уэллс мертв. Zoom об этом не знает. Земли-2. Ну, в общем-то, моя теория была проверкнута. Я готов пойти на риск. Давай, дружок. Позволь мне увезти ее. Пожалуйста. Не получилось? Отец не просит. Отец берет. Бежим. Не получилось. Кто ты такой? Я твой отец. Звездные воины, здравствуйте. Отца. Они хотят Грода вывести из сериала? Подождите, они только что подтвердили 52 вселенных? Серьезно или как? Я не понял что-то. Грод! Как он попадает в это кольцо? Гораздо удобнее, чем повсюду сумку таскать. О, они ему сделают. Они ему... Что? Сделают. Я смыслю в микротехнологиях. Конечно. Ты у нас во всем смысл. Кольцо спидфорса? Да ладно. Если его знания помогают защищать моего сына и его друзей. Я. Где обитают гориллы, прошедшие через лабораторные... А, нет. Все-таки Земля 2? Там они свободны. Мне все равно кажется, что я предала Грода. Нет, не говори так. Видимо, не подтвердили 52 вселенных. Ты давай ему... Просто 52 трещины, которые ведут ему на Землю 2. Почему бреши на нашей Земле ведут в другие места на вашей... Ну, пожалуйста, расскажи про Флэша. Ну, пожалуйста. Папа приезжал. Я хотел провести время с ним. Ну, расскажи про Флэша, ну, блин. Ну, здесь проходной двор уместен. Пойми, мой папа сидел за убийством. Расскажи про Флэша. Каждый раз так выворачиваться не сможешь. Ну, зачем нам рассказывать про Флэша? Фу ты на вас, а. Сосать. Видение. Ого. Ого? В чем дело? Только не уходи сейчас. Да ни в чем. Ну, вот грот в Африке как раз-таки теперь. А-а-а! Я понял, что будет под конец сезона. Он их всех захватит? Всех, да? Я так понимаю, он захватит их всех? Создаст империю и нападет на землю один. Яванка. Вот запомните мои слова. Так и будет. Так и будет либо в конце второго, либо в начале третьего. Если, конечно, грот будет злодеем в третьем сезоне главным. Ну, такое могут устроить. Типа он уже умным станет. Такое могут. В общем-то. Ну, что ж, дорогие зрители, мы с вами посмотрели новую серию флэша. Она получилась довольно-таки хорошей, не сказал бы отличной, на четверочку. Не на троечку, потому что интересная была, да? В общем-то, здесь нам показали то, что Циска узнает про Кендер Сандерс очень интересные вещи. И то, что она орлица. И следующий эпизод, который выйдет через две недели, как раз-таки будет связан с ней. Это легенда сегодняшнего дня. Часть первая. Часть вторая будет в стреле. В общем-то, это будет новый кроссовер. Второй кроссовер флэша и стрелы. Ну, даже... Ну, да. Второй такой масштабный кроссовер. В общем-то. Где они будут защищаться от Вандала Сэвиджа. Это будет некая подводка к легендам завтрашнего дня. Это будет очень интересно. Посмотреть на это все. В общем-то, глянем-глянем. Так сказать, глянем-глянем-глянем. Что еще? Основная сюжетная линия с Зумом, ну, вообще не развивалась. Пришел отец Барри. Для чего, непонятно. У меня возникало иногда ощущение, что это отец... Не отец Барри. Но если вы считаете, что это Генри Аллен. Хотя подбородок у Генри Аллен не похож на подбородок Зума, на самом деле. Вот в чем беда. Тем более, мы не знаем, как Генри Аллен по росту с Зумом. То есть, ну, непонятно, да? То есть, мы должны... Вот можно, конечно, провести некую параллели между Зумом и Генри Алленом. Но мне кажется, Генри Аллен повышивает Зума. Вот. Дело в том, что... Почему мне так показалось? Генри Аллен как-то странно себя вел, да, в этой серии. Мне сначала казалось, что, типа, это не Генри Аллен, а Зум. То есть, ну, типа, Генри Аллен Земли 2. Но потом эти ощущения пропали, потому что они все, типа, как-то объяснили, да? И, ну, реально пропали такие ощущения. То, что он Зум. И вроде бы не Зум. Но вряд ли Генри Аллен Земли 2 так бы вжился в роль Генри Аллена Земли 1. За какие-то там несколько... За месяц, да? Вот смотрите, когда отпустили Генри Аллена 1. То есть, там никаких происшествий не было. То есть, Зум не мог убить Генри Аллена 1. Ну, 1 это Земли 1, 2 это Земли 2. Поэтому, мне кажется, то, что... Ну, здесь был оригинальный Генри Аллен. Вот вы пишите в комментариях, как думаете. Ну, тут реально оригинально чувствовалось то, что душой и так далее и тому подобное. Вот. Что еще было? Ну, Грода отправили. Да, ну, на Гроду я уже сказал. Он захватит все, что там есть, как бы. Потому что он самый умный среди них. Будет их всех контролировать. В общем-то. Поэтому сделали, наоборот, хуже. А потом еще найдет способ вернуться на Землю 1, чтобы отомстить. Зачем ему мстить? Я не знаю. Лучше пусть Землю 2 захватывает. А! Точно! Они же говорили, что отправится на Землю 2. И этот флэш... Вот, что будет. Они, наверное, как-нибудь отправятся. И вот эта армия Грода пойдет на Централ Сити. Потому что тут даже намек дал, типа, обратный... Ну, не обратный флэш. Уэллс такой, типа, этот город будет твоим. И он соберет эту армию. Каким-то образом они нападут на Централ Сити Земли 2. И там будет битва. Где флэш будет отбивать... Ну, на самом деле, интересная мысль. Да, интересная. Но не знаю, подтвердится она или нет. Нет, посмотрим, посмотрим. В общем-то, зума в этой серии не было. Почему? Не знаю. Отдышку взял, передышку. Ну, и вы помните, вкалили вот эту штуку. Он, наверное, там сейчас думает, как бы так второй раз не облапошится. Да, ребят? А то будет неприятно уже второй раз такое произойдет. Вот. Собственно говоря. Ну, в общем, еще... Этот... Кольцо Спидфорса, из которого... Влетал костюм, будет использовано. Но это не кольцо Спидфорса. Это просто кольцо, из которого вылетал костюм. Вот. Собственно говоря, будет использовано под флэша. И создаст его Уэллс 2. Вот такие вот дела. Ну, а в следующей серии мы будем смотреть уже на легенд сегодняшнего дня. То есть будет, наверное, мега эпичная серия, где будем бороться с Мэндл Севеджем. А потом уже нас ждет девятая серия под названием Бег на месте. Финальная серия межсезона. Поэтому будем очень ее ждать. Потому что финал межсезона, он такой же напряженный должен быть, как финал сезона. Вот, все. Ну, такой вот кратенький обзор серии был. Серия, так сказать, ongoing. После... Ну, передышка после событий шестой серии. Потому что нужно было взять какой-нибудь тайм-аунт. Каждый раз такое крутить нельзя. Зрители помрут. И их уже нечем будет удивить. Поэтому такая разгрузочная серия не помешала сериалу. Она не слишком скучная. Но и не дотягивает до отлично. Но до отлично она бы все равно не дотянула после девятого. Никакая бы серия. Только если там финал, например. Если 22-я, 23-я, там бы, может, дотянула. А тут нет. Вот. Ну, все, ребята. С вами был я, Blacks Infinity. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. А также заходите в группу и оценивайте серии, как она вам. А также подписывайтесь на группу, конечно же. И следите за новостями. В общем-то, реакция на агентов щита и стрелу будет со временем очень скоро. Ну, а с вами был я, Blacks. Всем удачи, всем пока. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok